Я в целом изначально Саше просто показал еще трейлер со словами, что посмотрю, у нее такая же прическа, как у тебя была, когда, грубо говоря, черно-белая, когда она катала показательные. Она до того, как я еще пошел в кино, уже нашла пиратскую версию в интернете, посмотрела этот фильм, у меня был выходной, и я даже об этом еще с ней не разговаривал, и она подошла к Этери, у меня будет произвольная круэлла с таким ажиотажем, и Этери вообще не понимает, что происходит, потому что она не слышала еще от меня про это, а я просто Саша об этом рассказал. Я прослушивал все версии саундтреков, инструментальные такие, и чтобы понять, из чего составить, мы выбрали, мы понимали, что это будет немножко таким вызовом, потому что нетипичная музыка для фигурного катания, особенно для олимпийского сезона. По хореографии, так как это можно преподнести как показ мод, то есть все движения такие, сценические, позы, точки, немножко, можно сказать, в стиле вок, и мы старались запомнить все возможные места между огромным количеством четверных прыжков, именно позировками и точками, как при фотосессиях, и я не уверен, что в принципе даже бы кто-то и скатал, кроме Саши, потому что именно вот это в ней есть. Теперь главное, чтобы она просто это все собрала. Мы решили это еще в прошлом году, когда ставили. Это не то, что мы решили оставлять, мы ее ставили под олимпийский сезон, потому что в прошлом году Камила каталась по юниорам, а в связи с ковидом у юниоров не было международных соревнований, и мы понимали, что по факту на международной арене она эту программу покажет первый раз только в этом году. Поэтому это сразу ставилось на олимпийский сезон. Мы произвольно поменяли, взяли танго и женскую версию из «Мулин Ружа» песню. И, конечно, программа очень тяжелая с точки зрения того, что она постоянно требует максимальной отдачи в хореографии и нарастающего темпа, ритма, и ее сложно физически вкатать. Но если это сделать, то это будет, я считаю, скачок года Майи в компонентах, то есть это давно будет оценено судьями и зрителями, потому что она очень точно делает хореографию, образ, лицо. То есть из нее исходит эта эмоция, которая нам нужна была. Поэтому сложная программа, но в олимпийский сезон то, что было. Мы решили немножко расширить ее границы. Взяли из оперы «Турандот» Несун Дорма. И, конечно, это достаточно известная музыка, ее много катали, но я в последнее время не помню, кто из девочек это катал. Мне кажется, никто не катал в последние лет 10, наверное. Ну, не знаю, ну, может, там, в Японхе. Поэтому это классика, это, конечно, сильно. Это надо продержать зал от начала до конца, в кульминацию. Это больше такого западного плана программы, когда все идет на хореографии, на шагах, на катании. И ты должен это пронести с начала до конца. Потому что такие произведения, это близко к лунному свету, когда ты либо это прям выдашь, либо может музыка тебя съесть. Поэтому тут очень многое будет зависеть от того, как она это будет катать. Мы обсуждали, что в Олимпийский сезон Алена будет катать Вивальди еще два года назад. То есть, как бы, мы просто не в прошлом году, когда ставили Беляриш, мы понимали, что это предолимпийский сезон, и мы можем разнообразие использовать. А в Олимпийский сезон мы заранее знали, что мы будем, конечно, ну, кому, как мне, Алене. Плюс, конечно, она сама просила, и она сказала, что она и хочет катать Вивальди. Здесь весь вопрос будет именно в ее подготовке. Потому что то, что в прошлом году она катала, то, что ей ставил Шеринбург. Шерин – гениальная постановщица. И она сделала столько шикарных программ, что если что-то кому-то там не понравилось и так далее, то это вопрос был к Алене. То есть, любая программа может быть от любого постановщика не смотреться, как она должна, если ее не отработать, если спортсмен находится не в форме, чтобы доделать всю хореографию, если он опаздывает в музыку, не попадает в акценты, съедает хореографию. Поэтому тут то, в каком она была в состоянии и форме, и сыграло такую роль, что программы, ну, в большей степени, что-то там не понравилось. Она очень талантливая. Возможно, она одна из самых талантливых фигуристок, которой ее характер очень сильно мешает достичь того, от чего она могла бы. То есть здесь нет того, что она не могла бы прыгать четверными. По телу могла, по голове нет. То же самое с этим акцелем. То есть она его не по телу отпустила, а по голове. И то, что она сейчас его восстанавливает и в какой-то степени восстановила, но он все равно еще не настолько стабилен, как должен быть. Произвольная программа. Мастера Маргарита. Но так как вижу это я. Музыкальное сопровождение, во-первых. Первая часть. Это композиция группы «Апокалиптика». Называется «Русска». У меня начало для Ани, где как будто она чувствует приближение темных сил, как будто они уже прямо рядом с тобой. И вот она отдергивается вначале, как будто ее кто-то схватил за плечо. И она борется. Она в смятениях. Она чувствует, что что-то происходит, куда-то ее утаскивают. Так проходит первая часть. После чего мы слышим нашептывание. И переключает ее прям, как будто заколдовывают и гипнотизируют. И она попадает в этот образ Бала, Маргариты. Там есть уже музыка, соответственно, идет Корнелюка. И она меняется абсолютно в стилистике хореографии, программы. Лицо. То, как Аня умеет внутри программы смениться и передать образ именно даже глазами. И это актерское мастерство. Этому сложно научить. Это все равно должно быть изначально в спортсмене. Ты можешь это только увеличивать. Вот дальше это то, как я хотел рассказать эту историю. Мы переходим в лакримозу. Ну, не Моцарт. Ну, Моцарт и лакримозу, переигранную Дэвидом Гарретом. И я именно показываю, что она все-таки поборола это. И она очищается. И она показывает, что добро всегда побеждает зло. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок